Выращивают урожа и рискуя жизнью. Челненские садоводы общества «Заряд» до своих участков добираются словно по минному полю. В роли мин – грузовые составы. Дело в том, что садоводческое общество находится вблизи железнодорожного вокзала. Вот и приходится пенсионерам с тележками совершать опасные маневры под стоящими составами. Супруги Беляевские вот уже 30 лет добираются до своего участка с риском для жизни. Чтобы попасть на свои сотки, они преодолевают непростой путь, в том числе и железнодорожный, под составами. Я покажу. Вот видите, обрели, что облокотился. Теперь лезу так вот. Вот так лезу. Все время. Конечно, есть у дачников и безопасный способ обойти состав, но эта дорога не легче, поэтому выбирают ее единицы. Ходить-то бы ладно, так по себе ноги выворачиваем, хоть бы какую-то дорожку сделали, что-то бетонную или мост на худой конец. Оборудованного моста через пути нет. Стоит составу тронуться и случится трагедия. Огородники говорят, люди здесь уже гибли. Ой, как сюда подниматься, так аж сердце трепещет. Под вагонами поздно, я говорю, по пять составов. Это сегодня еще одна. Сегодня вообще импульс. Один состав. Сегодня красота какая-то. А это же четыре, пять, это же что-то. Это же что-то. Ладно, вот как бы это, да, это сколько людей пожилых. А потом урожай начнется. Это с тележками совсем, это же что-то. Когда строили станцию, садовое общество «Заря» еще не было, потому мост для пешеходов не был предусмотрен проектом. Решить проблему можно с помощью рейсового автобуса. На нем дачники могли бы безопасно добраться до своего массива. Но пригородный транспорт здесь не курсирует, говорят огородники. Хотя в исполкоме города по этому поводу другие данные. У нас с постановлением определено, что во все садоводческие общества, расположенные в энерго районе, то есть в районе лесоцеха, отправка автобусов осуществляется с автостанции. По словам местных чиновников, в мае состояла встреча с представителями железной дороги. На ней обсуждали возможность строительства моста. Но конкретных дат не прозвучало, а потому дачники по-прежнему на другую сторону насыпи перебираются под вагонами грузовых составов. Лилия Жданова, Елена Портнова, Михаил Матвеев. Вести Татарстан. Набережная Челны.